В регионе продолжается программа летней сезонной занятости студентов. В настоящее время в районах приступили к работе отряды Жасл-Ель. В этом году в области будет задействовано свыше тысячи студентов. Они будут заниматься благоустройством и озеленением населенных пунктов. С началом трудового сезона отряд из 20 молодых людей приступил к работам по озеленению. В данное время приводят в порядок участок в агропарка, производят очистку от мусора, подбеливают деревья. В течение двух месяцев они должны привести в порядок территорию районного центра. За свою работу они получат 78 тысяч тенге за один месяц. В этом году на программу Жасл-Ель из бюджета был выделен 1 млн 913 тысяч тенге. В результате в течение двух месяцев будет дана работа 40 студентам. Они будут заниматься уборкой, благоустройством и озеленением в районном центре. Это большая помощь для района. Назым Бахаджан – студентка Актюбинского медицинского университета имени Успанова. Работает в трудовом отряде Жасл-Ель первый год. Вместо того, чтобы отдыхать во время летних каникул, она решила внести свой вклад в процветание родного села. Заработанные средства Назым планирует направить на самостоятельную подготовку к следующему учебному году без помощи родителей. Мы работаем вместе с молодежью Косталовки. В настоящее время мы боремся с сорняками и обрабатываем стволы деревьев. Я учусь в Актюбе. Во время каникул хотела помочь своим родителям. Мы интересно проводим время во время работы и находим новых друзей. В этом году в области планируется трудоустроить 1175 молодых людей. Из бюджета на эти цели выделено 58 миллионов тенге. В рамках проекта студенческие строительные отряды свыше 400 человек. Все наши уже на сегодняшний день приступили к работе в рамках студенческих строительных отрядов порядка 70 бойцов. В рамках молодежно-трудовых отрядов 300 бойцов. Это первый поток, уже приступили к работе. В данный момент средняя заработная плата наших бойцов составляет 85 тысяч тенге. Это в рамках студенческих строительных отрядов. А те наши молодежи, которые работают в рядах жастлель, они получают свыше 70 тысяч тенге заработную плату. Екатерина Шмидт, Резат Леугалин, Русултан Исенгалиев, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжаик.